Молодцы, парни! Молодцы! Вот это что-то дача Дамик деревню Районный прокурор Пригал судьи с портфелем Судья обряд ходил Ошибок не имеем Мою жизнь не смогли Вот эти створки гармошкой соединялись Образовывалась стена из бензельной комнаты Когда приезжали гости, их разбегали Прямо здесь ставились столы, проводились банкеты На данный момент их разделили и зафиксировали Пожалуйста, подходите сюда С этой стороны, что еще вы наводите На залы, в виде множественной зала Слева планы, что опускалась Рассматривая скидка Справа улезет открытый проект Бильярный столб перед вами Принклижал еще Сталину Это немецкий трофей На колесики столба оставили уже при древнем При стороне он был ниже Так как сам Сталин был невысокого роста Метр пятьдесят шесть сантиметров Люстры, обшивка на стенах, мебель, паркет Все сохранилось своими от Крущева Несмотря на высокую влажность Также у него здесь находятся две спальни Одинаковые Разница в том, что одна с видом на горы Вторая с видом на озеро Мебель в спальни Субгосмария Она сделана из колес Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехали. Французская сантехника. Французская санта. 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 У меня бы одной такой комнаты хватило, вполне, я думаю. Для чего? Ляжи. ...сего на даче их три. Все три спальни одинаковые, отличаются они лишь отделкой дерева в двух цветах. Также все три комнаты соединены внешними переходами по балконам. Прямо находится дверь. Ложился спать Сталин в одной комнате, на следующий день он проснулся уже в другой. Среди ночи он переходил из комнаты в комнату, чтобы не знали, где он находится. Даже в своей личной охране он не доверял. Как вы видите, мебель вся занижена под сталинский рост. Она делалась по спецзаказу тоже немцами. Цвет обивки зеленый, это был любимый цвет Сталина. Также у нас сохранился сталинский телефон. Здесь была прямая связь с Кремлем. Часы поставили уже прибежными. Обратите внимание, вот на эту стену здесь находится клево мастера, который занимался отделкой спальни. Создается он и двор светлые тени. Прямо посередине находится шахматная ладья. По бокам шахматные кони. Заметили фигурки? Ласшаток не увидели? Нет, увидели. На той стене то же самое. Кровати тут большие, молодцы. Не выставь. Нет, на кроме. Метер 80. Метер 80. Метер 80 кровати. А тогда... Кто кудровок? Последняя спальня, да? Да. Да, мы, видишь, красили там все. Три. Он мигрировал уже, понятно? Никто не знал где. Другой цвет, согласен. Я только про кони и ладьи не понял там. Ну там видно, отсвечивает. А, отсвечивает. Ну там впереди ладья, по бокам этих филенков кони. Ну у меня камера не поймала. Ну может и поймала. Прохладная. Прохлада здесь сохраняется за счет темного оттенка дерева. Здесь используется грецкий орех. И за счет токов. Обратите внимание на стекла. Они сделаны из горного хрусталя. Они тоже сдерживают прокладу. На боковых окошках металлические москитные сетки со времен Сталина. А с правой стороны дверь на балконах, по которым он и переходил. Тогда выйдем отсюда, вторая ванная комната по счету. Там зайдите, посмотрите массажную кушетку, накрытую ковриком. На этой кушетке Сталин помещался. Это и есть практически весь его рост. После осмотра кушетки собирается третий склонит. Здесь расположен выход на летнюю веранду. На эту веранду Сталин мог выйти рано утром с чашечкой чая и часами просто наблюдать за озером. Также он любил посидеть около озера с удочкой, половить рыбу. Охоту Сталин не любил, отдавал предпочтение рыбалке. В этой комнате тоже есть клемма мастера. Посмотрите наверх на карнизы. С токца можно увидеть такой своеобразный рукой, вырезанный по дереву. Это тоже клемма мастера. Над лампами с боков на карнизы такие вырезанные крючочки. Все три спальни делали разные мастера, все делали немецкие военнопленные. Дачу построили за полтора года. В общей сложности дачу дорогу на лиц устроил около 3000 человек. Насколько известно, в живых потом никому не осталось, поскольку объект был засекречен. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok